Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 сентября день Симеона Столпника, назван в честь преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. В воле случая он попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого он стал молиться и просил Господа указать, как ему жить. В тонком сне ему была подсказка. Сначала он поселился в ближайшие обители, затем удалился в пустыню. Сам Симеон положил начало новой форме подвижничества, столпничеству. Он стоял на высоком столбу и молился в течение 80 лет. В этот день начинается старое бабье лето, Марфина. Продолжительность его неделю с 14 по 21 число. Крестьяне старались убрать все яровые до сегодняшнего дня, которые еще называли днем Симеона летопроходца. Если этого не сделать, посевы могли погибнуть из-за плохих погодных условий. И вообще, к этому дню зерна из колоссиев выпадают сами. С этого дня крестьяне выпускали скот на поле. Хозяйки были заняты домашними заготовками, солили огурцы и прочее. Вообще, к этому дню надо было закончить все дела и все сделки. Считалось, что после этого срока все предприятия будут неудачными. Симеонов день считался счастливым. В это время переходили в новый дом, справляли новоселье. Было такое обычае. Сегодня мальчикам, которым исполнилось 4 года, садили на лошадей и катали на них. Этим отмечали вступление во взрослую жизнь. Сегодня же детей и стригли. С этого дня начиналась пора свадеб. Для этого устраивали гуляние с хороводами. Женихи выходили во двор для того, чтобы присмотреться к невестам. Пекли пироги, накрывали столы и звали гостей. Так продолжалось аж до 28 ноября. Приметы. Если на семён день погода тёплая, то вся зима будет тёплая. Если на семён день ветер дует с южного края, зима будет гнилая и тёплая. Если ветер несётся из-под солнца, зимой ветры будут с севера. Если гуси уже улетели в тёплые края, зима наступит рано. Погода дождливая сегодня, осень будет такой же. Много паутины, осень будет сухой и длинной. Вот мы сейчас так и будем делать. Так, нам нужна ещё одна. Вот здесь я могу резать прямо на тарелочке, да? Ну, можно на тарелочке. Давайте, а вы можете здесь уже помогать мне. И разрезаем наш патронтаж. Не забывайте, что у нас тоже будет две волны вот этого мяса. Первая волна будет. Ух ты. Так, я правильно, Дерезик? Да-да-да, всё правильно. У меня что-то не получается, у меня не такой нож. Что, не такой нож? Вот он ножик. Давайте попробуем. Так, а я возьму вот этот нож. Попробуем. Он, наверное, просто-напросто маленький. Да, он мне что-то на косточку нарывается. На косточку нарывается. А я привык между лёгами. А, вот это вот здесь уже кусочек хороший. Давайте я пока с этих начну. Давай. Я левша, поэтому вот если у меня левая рука, я всё основное дело. Кстати, а как начиналась ваша творческая карьера? Вы там на каком-то конкурсе были? Я знаю, что после того, как вы на нём стали лауреатом, он и закрылся. Тем самым мы отметим вашу знаменательность. Всё, после меня, как говорится, хоть потом. Я говорю, вы не поверите, но именно так и было. Это был последний всесоюзный конкурс артистов и эстрады. Потому что конкурс артистов и эстрады первый проходил в 1939 году, где Аркадий Исаакович как раз выступал с Риной Зелёной. Был такой замечательный дуэт. И вот с того времени потом война помешала. На 4 года опять конкурс пропал. Потом после войны он опять продолжился. И вот в 1987 году был последний всесоюзный конкурс артистов и эстрады. Через 4 года, увы, Советского Союза уже не было. И поэтому всесоюзного конкурса больше уже не проводились. Я как раз там оказался на этом конкурсе. Мне очень сильно помог писатель, сатирик Георгий Териков. Написал для меня замечательные тексты для ведения программы. И Валерий Семёнович Жак. И был тогда членом жюри, был замечательный, обожаемый всеми нами Борис Сергеевич Брунов. Тогда директор театра эстрады. Это один из немногих людей, который мог шутить на национальные темы. Это не было никогда обидно. Мне он, например, сказал такую фразу. А, Аванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты сегодня станешь лауреатом, либо останешься армянином. Значит, так получилось, что лауреатом я не стал, но стал дипломатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. И вот с того времени, и больше я уже не хотел никуда уезжать. Я остался в Москве навсегда. А сам из какого города? Я сам родился в Баку. Но уехал оттуда в 1985 году на один из конкурсов, где я, кстати, с грохотом провалился, потому что был абсолютно не готов. А что там надо было делать? Ну, во-первых, надо было удивить жюри. А как ты удивишь жюри, когда в жюри сидят такие величайшие люди, как Аркадий Исаакович Раякин, Алексей Столбов, знаменитый главный директор фитиля Столбов, Борис Сергеевич Брунов, замечательный конферансьер, да и масса режиссеров, таланты. Все, давайте мы будем вот сейчас уже аккуратненько выкладывать. Вот как раз на эту зелень все это все выкладываем. Вот так мы выкладываем. Так вот я сейчас, то, что у нас уже готово, это я буду трогать. Так вот это положу. Мы знаете, как сейчас взял? Вот тут будем доливать немножечко. Доливать, пока не надо ничего делать, значит, это в самом конце. А в собственном соку начнется. Да, знаете-ка, я думаю, что водичку в самом финале я скажу, сколько, там совсем немножечко для того, чтобы мясо получилось сочным. Хотя я говорю еще раз, многие, есть люди, которые любят сами, вот, например, когда не добавлять ни капли, но это опять-таки на любителя. Хотя я, например, обожаю вот этот сок, который получается в самом-самом конце. Ну что, Геннадий Петрович, давайте вот это. А сколько это особо ценная вещь? Почему? Это как раз экстракт, там, значит, и минеральные соли, потому что вот они как раз выделяются и из мяса. А из мяса выделяются экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит. Соли выделяются из всех этих трав. Получается действительно целебный напиток. Я уже возбужден аппетит. Да, хорошо. Я уже жду, когда мы все это будем есть. Я думаю, пока, Геннадий Петрович, нам этого достаточно. Давайте перейдем теперь к овощам. Давайте. Так, я чуть-чуть здесь освобожу себе место. Да это можно сюда все просто наоборот. Давайте, да, все же все равно будет готовиться вместе. Я думаю, вот давайте, Геннадий Петрович, мы колечками, значит, давайте вот это все вместе сюда положим. Это второй слой у нас пойдет уже мясо. Второй слой. Хотя нам уже потом пригодится. Сейчас я помою, чтобы у нас все так... Так, значит, что мне... Давайте я вот еще вот сюда немножечко добавлю. Ну, чистенькую досточку. Так, я буду нарезать перец. Геннадий Петрович, а вы колечками нарезайте помидорчик. Колечками нарезали помидорчик. Да-да, вот такими тонкими колечками. Это вот так, я так понимаю. Да-да-да. Именно вот так. Запомнили. Не так, а вот так. Да-да-да, обязательно. И так. Раз. Все. Так. А я вот как-то смотрю и кривое с зеркала, где вы там участвуете, и другие передачи. Ну, как сразу выйдете, сразу как-то оживаюсь. Вот лично я. Один только выход, а дальше уже... Во-первых, у меня специфическая еще внешность, как-то один из моих коллег как-то про меня хорошо сказал, говорит, самый узнаваемый в России юморист. Потому что меня уже ни с кем не спутаешь. Я помню, когда Михаил Евдокимов сделал первые передачи, тогда назывался она «С легким паром». Я всего в одной передаче выступил, всего в одной передаче. Расскал несколько анекдотов, как меня уже на утро в булочной узнавали все. То есть вот... Ну, здесь есть вторая сторона медали. Я недавно обратил внимание, Геннадий Петрович, на такой момент для меня очень болезненный. Я был недавно у себя на родине, в Армении. Гуляю по городу, и вдруг меня никто совершенно не узнает. Мне стало так обидно, больно. Говорят, как это так? На родине меня не узнают. А моя жена очень тонкая и остроумно заметила. Магат, а что ты хочешь? Посмотри по сторонам. Ты попал в город своих двойников. Они все похожи на меня. И я положу сюда. Так, ну что, мы сделали первую, так сказать, это самое. Теперь пошло все это по второму кругу. Помните, я вам говорю, опять первая прослоечка. Мы положили зелень, петрушка, укроп. Потом мясо, дальше у нас бараньи ребрышки гонячие. И теперь вторая волна. Вот вторая волна, опять вот это мясо мы кладем. Так, а я опять нареждаю петрушку. Давайте, да, вот дорежем петрушку. И, кстати, можем добавить сюда еще и кинзу. Она нужна будет уже для финала. Для финала. А что делает там кинза вот она еще? Ну, она тоже, любая зелена, все равно она дает какой-то очень аромат хороший. Кинза тоже. Я, например, кинзу люблю, честно говоря, не в вареном, не в таком виде отварном, скажем. А обожаю ее именно в сыром виде. В сыром там она больше. Вот этот дух у нее там специфический, потому что все это улетучивается. И она, естественно, тогда, помимо того, что она помогает что-то там переваривать, она еще дает ей здоровьица. 15-й лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok